За подписью президента страны вышел указ о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности. Данный фонд был создан несколько лет назад. При его содействии была оказана финансовая поддержка реализации десятков тысяч проектов. Однако реалии сегодняшнего дня требуют совершенствования работы в этом направлении и создания новых предпосылок для привлечения населения к бизнесу. О ключевых инструментах фонда – комментарии программы. Развитие бизнеса в передовых странах идет более быстрыми темпами, поскольку национальные власти придают большое значение предприятиям малого бизнеса и оказывают им поддержку на государственном уровне. Малый бизнес в настоящее время представляет собой средний класс, который служит базой для стабильного развития экономики. 20 августа 2021 года – день, вошедший в историю развития предпринимательства в Узбекистане. В открытом и доверительном формате президент провел конструктивный диалог с представителями бизнес-структур. Глава государства подчеркнул, что за пять лет в республике было принято свыше двух тысяч законов, указов и постановлений, направленных на всестороннее развитие предпринимательской деятельности. Благодаря такому подходу число самих предпринимателей увеличилось в три раза. Сформировался класс деловых людей, создающих тысячи рабочих мест, заявивших о себе как на внутреннем рынке, так и на продвигающих отечественные бренды за рубежом. В то же время без действенной поддержки предпринимательских структур им трудно решать вопросы, которые находятся порой вне их возможности и компетенции. Скажем, Фонд государственной поддержки предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности оказал финансовую поддержку в реализации 46 тысяч проектов на 15 триллионов суммах. Внушительная сумма, однако, современная мировая конъюнктура свидетельствует о том, что работу в этом направлении надо совершенствовать и создавать новые предпосылки для привлечения населения к бизнесу. Именно с этой целью был подписан указ президента о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности. Принятие этого указа сегодня создает широкие возможности для дальнейшей поддержки малого бизнеса. Если за последние четыре года фондам была оказана финансовая поддержка по более чем 46 тысячам проектов предпринимателей на сумму более 15 триллионов сумм, то принятие данного указа дает возможность оказывать финансовую поддержку в среднем до 25 тысяч проектов в год. Документам предлагается дополнительный пакет помощи бизнесу. Это касается, в частности, применения механизма компенсации при размере кредитования на сумму не более 5 миллиардов сумм. Возможность предоставления поручительства увеличилась в два раза. С целью увеличения числа проектов, реализуемых субъектами малого бизнеса с предоставлением компенсации, максимальный размер кредита был установлен в размере не более 5 миллиардов сумм. А это значит, что если ранее фонд мог оказать содействие 14 тысячам субъектам малого бизнеса, то на сегодняшний день это число выросло до 25 тысяч проектов в год. При этом будет покрываться процентная часть займа в разрезе не более 30 процентов, отчасти превышающей основную ставку Центробанка в тех случаях, когда речь идет о кредитах и лизинге, где процентная ставка не более чем в полтора раза больше выше названной основной ставки регулятора. При этом выплата компенсации будет происходить по схеме 2 плюс 1. Поясним, если предприниматель осуществляет намеченное в рамках бизнеса плана, то есть создает вакансии, налаживает производство или оказание услуг, тогда ему компенсация выплачивается три года. Использование механизмов компенсации предпринимателями создает предпосылки для каждого, когда подобные возможности создают основу для расширения и развития создания новых рабочих мест. Например, благодаря гарантиям со стороны фонда можно взять кредит, а получив компенсацию, направить их на погашение части кредита. Если же бизнесмен использует кредитные ресурсы не под назначению, выплата ему компенсации приостанавливается 1 октября 2024 года. Напомним, что одним из ключевых инструментов фонда поддержки предпринимательства является предоставление гарантии при получении кредита. Указом президента предусматривается такой вариант финансовой помощи на 50% от суммы кредита, но не более чем на 2,5 миллиарда суммов. Для тех, кто развивает свое дело в отдаленных и труднодоступных местах с отставанием в экономическом развитии, гарантии будут представлены на 75% от суммы кредита. При обращении субъектами малого бизнеса в банки за кредитами, у них зачастую возникают трудности в предоставлении обеспечения по запрашиваемым кредитам. С этой целью они могут обращаться в фонд поддержки предпринимательской деятельности за поручительством. Данное поручительство фондам предоставляется в размере 50% от суммы кредита, но есть более отдаленные и труднодоступные регионы нашей страны, в которых осуществляют предпринимательские деятельности гораздо труднее. Для таких регионов указом предусмотрено предоставление поручительства до 75% от запрашиваемого кредита. Реализация данных проектов служит толчком к развитию региона, созданию новых рабочих мест, повышению его экономической стабильности. Определяется черта расхода фонда в зависимости от соответствующей части бюджета страны. Скажем, в этом году финансовая поддержка дошкольным образовательным организациям в рамках программы развития социальной и производственной инфраструктуры составит 800 миллиардов сумм. Как известно, валютные кредиты, согласно законодательству, не выдаются физическим лицам. Поэтому в целях сокращения валютных рисков и присутствия баланса в так называемой долларизации вся финансовая помощь по кредитам и лизинговым операциям будет осуществляться исключительно в национальной валюте. Кстати, начала свою работу информационная система Татберкор, предприниматель, которая должна аккумулировать все данные относительно необходимых требований по получению пакетов господдержки, интегрировать всю информацию налоговых органов, Министерства занятости и трудовых отношений, коммерческих банков для налаживания дистанционного мониторинга эффективности использования средств. В данную электронную систему будет внедрена также и скоринговая система, что повысит оперативность и качество рассмотрения кредитных заявок. Перед фондом поставлены задачи по внедрению новых видов поддержки предпринимательства, таких как проведение бизнес-тренингов, оказание консультативных услуг. Опыт ряда стран с развитой рыночной экономикой показывает, что наиболее эффективно государственную политику поддержки и развитие малого предпринимательства можно осуществлять через специализированный правительственный орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия. Так, в США это администрация малого бизнеса, в Великобритании – национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса, в Германии – генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничество услуг и свободных профессий в составе Федерального министерства экономики и технологий. Важно учитывать опыт развитых стран в целевом характере, поддержки малых предпринимателей с акцентом на начинающих, что, в принципе, сегодня можно наблюдать и у нас. Хороший опыт никогда не помешает.